В комплекте? Да. Просто так? Не просто так, мне такое ощущение, что сейчас будет Морф прям сразу для Team Secret. Или Морф, либо какой-то керри, потому что колы забанят Морфа по-любому. Или СФ. Либо СФ, либо Морф. Прям сразу заберут Team Secret, потому что одного из них могут забанить. СФ хорошо будет смотреться, Морф пока не ясно. Team Secret забанили развор ресурсов, чтобы у Тайкантера была хорошая линия. Варлок. Вот. Ну и пятая позиция. Да, вот однако, кого комплекте захотят против Тайкантера поставить, вообще чего не буду делать. Может быть они туда на Через Профита воткнутся сейчас, Варлок, Слардер плюс один пойдут в бот. Может быть, но мне кажется, лучшая игра для какого-нибудь Морфлетчера сейчас будет. Не знаю, Морфлетчера никто не берет, но... У него хорошие сейчас стады. Против Тайкантера надо поставить какого-то героя, который сможет его обыграть. Тогда у Тайкантера не будет большого количества итемов. Да, он в игру все равно вернется, он что-то пофармит. Да, но, по крайней мере, не будет такой ситуации, что он выйдет там на 17-20 минуте, у него гривзы, даггеры, ты ему ничего не можешь сделать, а потом уже и вроде бы там какой-то рефрешер внезапный начинает собираться или Шива. И становится очень сложно, стоит Хантером справиться. В комплексе избирает Варлока, героя, которого тоже мы в последнее время видим достаточно редко. Так, этот персонаж хорош тем, что у него есть Шедоу Ворд. То есть, даже если твоя линия немножечко терпит, ты Шедоу Ворда кидаешь по кулдауну своему кэрри, он отхиливается и не уходит особо с лайна. Ну, опять же, Голем всегда хорош для подпуша, они всегда стараются брать что-то такое. Фурион подпуш, Варлок подпуш. Показывают нам кубок, вообще символом турнира является Яша, даже вот в ролике про Джиггернаут, я так понимаю, он там с Яшей бегает. Ну и рассказывают историю про скорость, ловкость и так далее. Да-да-да, про скорость, про ловкость, а кубок у нас, ну, какой-то обыкновенный, да, совершенно золотой кубок. Было бы интересно видеть Яшу. Яша будет на этом. Мне кажется, Яшу очень тяжело перевести через границу, как бы спросить, что это за саблю. Ну, только тот же самый, там, Мистик Став и Ривер, там же только вот от Ривера на Маниле Мейджере, кажется, да, там был только верхняя часть топора, да, причем на таком пьедистале. Мистик Став тоже только не древко посоха, а вот сам, его сам верх. Ну, а Яшу можно было бы сделать, там, рукоятку только такую воткнутую, ну, как вариант. Замечательный меч. Ну, тем не менее, интересно. Нет, ну ладно, я согласен, что, конечно, вот такие вот специализированные, что ли, по доте трофеи мне импонируют куда больше, чем обычные кубки. Хотя есть уже устоявшиеся, там, кубки ESL, вот, ни с чем не перепутаешь. Суэффициент, он самый стандартный, похож на такой бокал. Да, но он такой, ну, короче, его все равно ни с чем не перепутать, он, тем не менее, немножко отличается от обычных. ESL, с кубок, да, он с года в год вообще не меняется. Да, у Эпицентра такой кубок, я видел его вблизи, очень красиво сделан, он именно по доту. Он реально похож на кубок. Да, то есть действительно круто. Ну, а так. Я, кстати, вот очень редко вижу, когда Климент проигрывает именно подряд два драфта. Ну, пока я бы не сказал, что прямо проигран. Ну, Фантом Лансер хороший. Фантом Лансер неплох, а Тимбер не так хорош, на самом деле. Не-не-не, Тимбер, по-моему, Тимбер отлично. Вот конкретно Тимбер здесь отлично, но Фантом Лансер, тут ему есть где развернуться. Нет, как раз Тимбер, он не то, чтобы сверхсильно страдает от Тимбера, он все-таки лавкач, то есть ему не потрясается ХП особо сильно. У него много иллюзий, он выжигает ману в итоге. Это бесконечная драка, ни тот, ни другой не умеет. Нет, они обычно Фантом выигрывают в противостоянии прямом, и выфармливают больше, и делает больше по игре. То есть он не чувствует особо варлока, он особо не чувствует Сардара и Тимбера. Тимбер здесь просто ничего не сделает на оффлейне. Да, то есть Фишклона, что Тимбер сам тоже здесь выформит, как Тайт, и тоже будет. Тимбер будет стоять против Тайдера? Тимбер, возможно, потому что они сейчас могут все переделать и поставить так, что Тимбер какой-нибудь центр пойдет. Могут, спокойно переделать. Им важно, чтобы он просто свой левел получил, и неважно где. Только видишь, в чем проблема, у них пик сейчас, я думаю, что они все-таки Тимбера на кэри отправят. Тем более у... Ну тогда у них что, Сардар кэри? У них часто, кстати говоря, Тимбер кэри. Если вы заметите, в Тим Секрет забанили вообще саппорта. Отлично. Как видишь, гирокоптер, то есть все-таки варлок. И Сардар, да, саппорты под гирокоптера. А к чему этот бан Лича вообще был? Они думали, что варлок в мид пойдет или что? Ну, может быть, думали, что какой-нибудь Сардар, допустим, кэри, Тимбер мид, фурион сложный, что-то такое. Не Сардар кэри просто, а из того, чтобы этот герой не пришел с Тимбером случайно на сложную линию и не обжирал Фантом Лансера. В другом случае, а с тобой может пойти трипл А, просто очень плотная. И у тебя БХ тогда будет подвязанность в то, что ты не можешь убивать Тимбер, ты не можешь убивать особо плотов Ориона. Да, то есть можно что-то такое придумать. А вот и Лишрачок в мид. А это не в мид, Лишрачок. Это Лишрачок против Тимбера как раз на легкую линию пойдет. А я чуть-чуть не понял. А Диваурер, что с ним случилось? Его забанили? У них вендрец на нем 0-3. Может быть, подумали, что хватит. Окей, хорошо. Все, вопросы исчерпаны. Короче, я думаю, что БХ, если будет подвязан сейчас на бот, то колы выиграют. Если БХ сможет сделать грязь, то Сикрет есть шанс. Хорошо, давайте смотреть. Вторая карта Сикрет. Будут сейчас пытаться вернуться в эту серию. Матчи против Комплексти комментируют это все дело, конечно же, Вилат и Дэдэнджел. Ну, посмотрим, получится ли у Тим Сикрет. Действительно, с драфтом не так все круто, как, наверное, им бы хотелось. Но что поделать? Как бы враг готов. И готов очень хорошо к этому турниру. Ну, знаешь, проблема не только по драфту, еще и по игре, как мы увидели в прошлой игре. Да и, в принципе, вот эти вот групповые игры также показали, что иногда Сикрет не готов. Либо некоторые игроки из Сикрет не готовы. Ну, вот прошлый, последний матч группового этапа против Ньюби, мы помним, как они собрались, как они прям показали все, что умеют, классно сыграли. Но здесь первая игра, пока мы видим опять проблемы где-то там у Ситиуая, который не вовремя убегает из драки, какие-то неправильные артефакты собирает эйс. Ну, то есть что-то вот чего-то не хватает. А вот этого чего-то, ну, может и не хватить в итоге для того, чтобы попасть в полуфинал Венеров, как бы в лузерах бодаться. Очень неприятно, потому что, напомним, что первый раунд лузеров в Best of 1. И там можно приплыть, приплыть. При том, что проигравший этой пары падает на проигравшего пары Минески, Вичи Гейминг. А там вообще непростые парни. Ну да. По итогу-то играют между собой. И в Best of 1 играть против них, это прям такой себе. Ну, против Минески вообще, в принципе, в Best of 1 это нереально. Да, согласен. Потому что там постоянно какие-то нереальные идеи. И там этот Айсайсайз, который на любом герое исполняет что-то нереальное, какие-то свои билды придумывает. Ну, понятно. Так что... Не хотелось бы. Не хотелось бы. Да, разбегаются команды. Комплексити у нас опять играет за Дайер. Побежал уже пенек. Чекает, что почему и как. Ну и Фата нагло атака за ривер. Тыкает. Говорит, погнали. Нападем на речку. Ну все, Сетивай выиграл. Смотри, экспириенс получил. 20 экспы. Еще и деньги заработал. Все. Победа. 20 экспы на команду. Но ведут секреты. Ну, соперника ноля у них. 20. Согласен. Все. Считай победу. Считай победу уже. Изначально доминируют. Тут без шуток реально очень-очень-очень тяжко сейчас, потому что ну как-то играть-то такое преимущество. Непонятно, непонятно. Так, тут Пупи отправляется у нас за соперниками. Ну, учитывая опыт прошлой игры на Олече Сентряков и прочего, для комплекса не проблема, так что Пупи может быть поосторожнее иногда. Сетевай просто зашел, забрал руну у комплексити. Окей. Почему бы и нет? Да. Ну, все равно 2-2 по рунам. Ну, Сетевай просто зашел на Лешетаке и забрал. Не думал, что там кто-то будет, а в итоге вышло вот так. Слардар в сложной, а Фурион четверка, да, если мы видим пики в Слардара и Фуриона на 99%, если бы это были условные там Нави, да, но это 100% знали, что это будет в оффлейне Фуриона, а Слардар четверка будет ездить. Здесь это не так, потому что это комплексити, потому что это Зифрик и играют они немножечко в другую доту. Это вот тот герокоптер, которого ты любил. Да, я вот обожаю герокоптера через ракету. Магический герокоптер, как ты говоришь. Крутой. Он просто крутой. Это туфат и проблемы, могут убить здесь, да. Слушай, но дамаж-то он режет только му. Да, Зифрик заберет сейчас. А, даже му забирает, окей. Хорошо. Это очень какая-то неприятная сейчас произошла смерть, если что. В комплексе типа отставляются, вновь видишь. Точнее, Сикрит поставляет его под комплексити, и комплексити этим пока спокойно пользуются. Тайдхантер, конечно, хорош против милишников, но против френджевика такого, как Профет, пока сложновато на первом уровне. Ну, а на бот тем временем, в принципе, для Айси такая дефолтная ситуация, что иногда мешают ему, но он свой фарм всегда выносит. Главное, чтобы была какая-нибудь помощь, плюс телепорт, фатомных подставляется. Ну, хотя бы пол КП потеряется. Хотя больше потеряют. Порезал дэмодж Сифрику, и сейчас там будет. Ну, как же Сифрик его стопит? Ну, вот мы видим, погибали все-таки пенечки, и не хватит. Ну, если бы муб отстанил, это был бы еще один килл. Да. Ну, так мы видим, совсем-совсем чуть-чуть не хватило, чтобы добрать. Да. Обидно немного, конечно, что вот не хватило этого одного станчика. Пейс с вардом идет. Поставят ли на линии? Ну, просто поставил здесь на рунке, чтобы лишняя информация была. Ну, и Абсур забирает вражескую руну. Еще и свою отжал. Хорошо тут. Пытаются активно ходить саппорты. У Сикрет, ну, вот что будет дальше. Тут в центре самое интересное, потому что Сетивай имел неплохие проблемы в последних играх. Ну, пока мы видим, все хорошо. Как бы не так легко на гирокоптере ластхитить против Лешрака. Лешрак его постоянно подконтроливает. Здесь у Кайло проблемы, тем временем, мы видим. Гоняет его эйс. И, в общем, начало для Сикрет весьма неплохое, да, если не считать трансплатно. Тайди очень даже неплохо все получается. Ну, вот Чесси отстает. Чесси отстает. 4-1 против 11-4. Это очень серьезно. Сложно ему справиться с этим Лешаком. Тем более, что сюда еще и прибегает Паппи. И не дает спокойно жить. Да, вот это, наверное, самое большое различие такое с прошлой игрой. Там Пуппи в прошлой игре всего лишь один раз приходил в центр. А здесь же у Пуппи такой герой, которому, в принципе, там в лесу каких-то суммонов забирать не нужно. Постоянно нужно бегать, как-то мешать, какие-то рунки драться. Ну, и Фата пытаются прогнать. Ну, сейчас же 3-й левел у Тайд Духи, так что он сам не прочь подфармить через Анчерс Мэш. Да, тут ты его уже крипами особо не поблочишь. Даже подфидишь больше. Ну, поэтому Фата только рад тому, чтобы на него нападали. Зифрик пока его развлекает, а это правильно, тем самым он зонит его от своего Слардара. Так, а посмотри по крипам. У Тайд 11, у Слардара 14. Ну, да. Разница минимальная. Из этих 11, я думаю, штук 8 это пенечки. Ну, неважно. Важно то, что только что Пуппи прогнал на базу гирокоптера, и вот этот Соломит гирокоптер начинает очень серьезно страдать. Я думаю, может быть, Тимбера стоило сюда поставить? Может быть. Хотя нет, он бы против Лишрака не выстоял. Да, никто не выстоит здесь. Тут проблема. Тут просто Пуппи сейчас много делает. Реально Пуппи много решает. Замедлили. Могут убить, по идее, Кайла. Убит, азбит, 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 азбит. Дэмэджа хватает. Да, ну тут умрят. Эх. Хорошо, хорошо, хороший фраг. Теперь польза не только в Вижене, и не только в Харасе от Пуппе. Есть, мы видим уже и абсолютно в цифрах отображающиеся показатели. А то продолжает бить пеньки. Ну, Слардар свое получает. Да, Слардар у нас в итоге превращается, Моу, из оффлэйн Слардара, в настоящего такого кэрри Слардара. И как же все печально у Чези, а? Да, 6-3 против 2-4-19. И сейчас его еще и убьют. На него просто забили здесь. Да, и еще один фраг. Ну, так нельзя. Так ни в коем случае нельзя. На него реально забили, и ему придется очень долго отыгрываться. А саппорты, опять-таки, в комплекте такие, которыми сложно в мид прийти и помочь. Ну, как бы Варлок тут что сделает? Да ничего. Вот последний матч, который выигрывали с Сикрет на этом турнире, это как раз те игры, где у сетевая все было классно. Когда ему помогали, когда приходил какой-то саппорт, и постоянно помогал делать киллы на вражеском мидере. И вот когда Личрак расформится, вот тогда будут очень серьезные проблемы. Потому что у Лимпа очень много хп не будет всю игру, да? Пару прокастов, и уже тимберу очень больно. И, в принципе-то, Айса, конечно, сейчас немножко подставляет Сикрет, оставляют его одного иногда. Но если мидер выигрывает, то это очень круто. А, в принципе, у Айса, что там, 24 хребавшие, все пока неплохо. Осторожно. Да, проигрывает он Лимпу немного. Ну, конечно, надо быть Айсу. Чтобы откуда онелся бы Релиндеса, можно было бы его порезать вообще. Но хорошо он знает, он играет в мидом герое. Мы видим Лимпу под Тавра, в принципе, не против Амаглей. Ну, это Тимбер, конечно. Раскачка, да. Не страшен, серый волк, вот этот вот, стоящий против него. Ну, он один здесь просто. Из-за того, что чисто один здесь ПЛ, как бы, это не проблема для Лимпа. Да, конечно, если неприятно. Вот такой ситуации вновь в чести страдает. Вот этому парню более неприятно. Ой, затощий дебл демидж. Ну, это беда. Это просто беда. Вот так вот погибает герой Коппер, в который раз нет фарма. Погибаешь, фидишь и... А что делать в такой ситуации? Свапаться линиями с кем? В легкую идти? Ну, наверное, да, в виде, что делать. Вообще забить на эту линию. А уже не совсем правильно. Ну, да, как бы неправильно. А кого поставить? Да некого поставить. Тимбер не пойдет. Слардар, ну, что он там сделает? Просто постоит. Будет так же погибать. Да, да. Ну, это идет с Лешаком как-то бороться по-другому. Наверное, делать упор все-таки на вот этого парня. Потому что он должен тут получать очень много. Ой, и еще раз Чесси. Пупеонид. А, надеюсь, и так трое. Да, все равно. Чесси слишком много. Слишком много. И он сейчас должен какие-то выводы с этого делать. Опять-таки, герой и левел такой, что в лес ты не уйдешь. И я даже не знаю, что посоветую. Стоять под тавром терпеть, мы видим, тоже не работает. Потому что достают тебя под тавром прям. Это серьезная проблема, на самом деле. Да. Геро-коптер хороший герой, да. Но вот здесь-то ему особо никакого спейса и не дают. И по итогу коптер просто проиграл здесь все. Лешак разогнался уже. Лешак имеет очень хороший левел. Поучаствовал во всех четырех фрагах. С эйсом свапнулись линиями, мы видим. Мини уже на нижнем лайне. Сити-уай. Ну вот. Ты знаешь, пока здесь будет эйс, а не сити-уай. Мне кажется, Чесси как раз-таки это плюс для него. Ну да, там можно постоянно подстанить. У Пээла не так много хп. Но все равно там какой-то Пупей приходит, тогда уже проблемы. И обзор. Неплохо подстанил, например, здесь без шансов. Ох, как же легко он умирает, а? Это Лешак. Вот это Лешак, с которым здесь очень сложно бороться. Да, мы видели, что там делал Тимбер. Да, стоял Тимбер против Пээла. Тимбер выигрывает под тавром. Стоит все хорошо. Пээл там кое-как добивает крипов. Приходит Лешак. Все. Ситуация противоположна. Лешак просто выигрывает. И самое хорошее, что Пупей при этом бегает, он получает экспириенс. Скоро будет шестой левел. И когда будет шестой левел, когда будет бегать Лешак, убивать, это будет очень много голды. А у него будет ранний шестой левел. Да, уже пятый есть. Скоро будет это... Это какой-то сейчас будет нереальный буст после шестого левела для Пупея. Ну, за счет того, что, да, никто не трогает Моу, еще держится в комплекте более-менее на одном уровне с соперником. Ой, Пупей хорош, подрезал курочку. Слушай, ну он слишком хорошо играет. Да, Пупей слишком хорошо. Элемент, успокойся, пожалуйста. Так помнишь, он там в матчах и трипл-килл в начале делал, и скил склад, и трипл-киллл. Смотри, как он горит. Смотри, как он горит. Да без шансов. Без шансов. А здесь для лимпа лимп. Ну, нормально. Он еще пожертвует, потому что второй Маледикт, он должен-должен выжать здесь. Помогает ему изи-трик на развороте, подрезает сетивая. Купей, Купей хочет добить. Купей. Сюда иди. Эх, рядом. Выжил. Эх. Ну, было близко, было очень близко. А сейчас бы если кельнул, возможно, и шестой апнул. Там у Тимбера очень много экспириенса было. Вот пока Чесси получает, получает возможность какой-то фарм заполучить для себя. Куда-то он уходит. Ну, вот он чувствует, что что-то здесь не так, да. Что-то он испугался. Что-то его контролирует. Вот, и Купей очень хочет шестой свой взять. Осталось ему совсем чуть-чуть где-то поличить этот экспириенс. И будет у него уже левел 6. Ну, а дальше с треками. А где его поличит этот экспириенс? В лесу там. Слардар уже с Блиндарером. Ну, вот сейчас, мне кажется, нужно побежать Му и, значит, да. Вот так вот отдать линию Чесси. Нужно Пэлла какого-нибудь убить, к примеру, да? Он что-то потерялся на карте. Вообще любого. Лишака, к примеру, можно убить. Вот, Лишак, да. Лишак — это еда. Лишак сейчас для Слардара — это вообще еда. Он его убивает очень быстро. Набрасывает в амплифай и просто без шансов там сносит. То есть на Фату ты сейчас не побежишь, потому что это бессмысленно. Фату попробуй убей. Ну да. Фата, по сути, пока такой неуязвим для многих героев. Соперник, ну и Кайл скоро апнет шестой. Самое главное сейчас для Баунти Хантера. Шестой уровень получить и дальше приключения будут. Ябзор понимает, что соло здесь не вытащить, нужно спрятаться. Прилетает сюда Тайдуха. Ну, без Лишака они не справились. Соперник здесь. Соперник видит и Абзора. Есть АП от... Так, Фата будет взбивать. Как-нибудь здесь нет? Да нет. Не буду взбивать. Каска полетела на базу. Вы не видели? Фата пожалел рейвейдж. Летит, летит. Она в воздухе развалится там потом. Но все равно застанет. Кая. Что происходит сейчас со Слардаром? Он ушел с линии. Ничего не делает уже минуту, наверное, где-то. Просто бегает, кого-то пытается найти. Ну вот, это шанс сейчас напасть, например. Но опять-таки знает, что он здесь. Потавр не хочет заходить. А его видит, его видит. Ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Сейчас сделал, прыгнул. Нужно уходить, нужно просто уйти здесь. Ну, совершенно это можно назвать... Шестой, Шестой, можно убивать. Можно убивать Чейси сейчас. Будет ли Слардар как-то инициировать сейчас? Да, будет. Ну, погибает игрокоптер Пуппей. Пуппей тоже не разменяешь, потому что страшно. Деспард, еще защита. Конечно, беда. Я считаю, что беда для комплекса сейчас. Почему-то чуть не умер вообще. Да, согласен. Тавр в миде, скорее всего, упадет. Драться за него нет никакого смысла. Есть глиф на... Ну смотри, Сикрет хорошо дерутся. Сикрет хорошо пушат Тавра. У Сикрет еще есть Тайт, который просто придет, нажмет рэвидж, там можно сделать рэмпидж на лишь ракет. Ну, это такой себе план Б на потом оставляют. А что могут комплексы сейчас? Что вот они могут сделать? Прийти через Amplify как-то попытаться убить саппортов? А Пупей продолжает бегать. Пупей продолжает искать приключения. И он знает, что следующая цель, это вот он, Профет, который уже не улетит. Кассышка и легкий еще один трек-фанк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой начинается сноуболл. Тотальный от Сикрет. Сейчас просто будут еще один. Забирай Тавр. Против Фаты пытаются как-то подраться Лимб. Фаты не особо хочет подставляться. Скоро будет еще и Мека. Лишний раз не хотелось бы терять деньги. Ну, надежда на Лимба, конечно, есть. Но мы знаем, что против Лимба здесь есть один очень крутой прием. Правда. Правда, как только у него появится Пайп, например, станет жить попроще. Но все равно это как бы его не спасет. Не спасет. Глобально его не спасет, да. Его будут догонять, убивать постоянно. Там даже Пэйл скоро нафармит какие-нибудь диффуза уже будут замедлять там. И как бы не вариант. По-хорошему для Пэйла будет жить. Ну, смотри, вот Му ушел с линии, да, и что он делает в итоге? Ничего. Ничего, он просто там уже минуты три где-то просто находится на карте. Ну, Паку, а как его убить? Разве что через Голема, но не хочется тратить демеджа, нет. И вынужден отлежать отсюда Му просто. Так, есть, забрал реген, убегает. Ну, Ябзор пытается Кайл отспаннуть, но... Да ладно, Му, зачем он это делает? Я не понимаю, зачем он это делает. Он в итоге сейчас может погибнуть. Еще и Големчика поражали здесь на... Му погиб, Му погиб, его там точно добьет. Ну, и уже понимаешь, что он умер, и ничего не сделаешь. Еще и Голема продали, да ладно. И зафармить лес весь, Фата может. Ух, какой фит, какой фит от Сикрет. Ух, для Сикрет. Да, да, сейчас, конечно, надо Сикрет не упускать. Вот это вот, вот это возможно. Так они не упускают, смотри, тут опа, зафармили раз. Ну, и там еще кто-то, Кайл, Кайл, по трекам. Да зачем, зачем? Ябзор, как же круто работает на ранних левелах в 4 Малетика. И Саппорт и Сикрет эту игру сыграли просто идеально. Да, в принципе, все сыграли идеально. Да, да, да. Ну, если мы в прошлом игре говорили о том, что шикарное исполнение от Кайла и от Зифрика, то сейчас мы видим, ябзоры и напомнили, что, в принципе-то, они не зря считаются очень крутой связкой, одной из лучших в мире, и показывают мощь и силушку. Я вот все жду, когда Тимбер включится в игру, когда он пойдет вместе с командой, что-то делает. Тимбер и Слордар, когда они будут что-то делать. А не поздно ли? И предположение, да, что они уже ничего не сделают. Ну, Фурион тут вообще ничего не делает, Фурион тут просто умирает. Он просто летает, помирает, да. Какой-то фарм еще пеньками отдает лишний. Пупей седьмой левел, у него все круто. По-прежнему есть реведж и... Так, лимпа сейчас можно трекнуть и пытаться как-то... Это зря лимп подошел здесь. Так, трек полетел, стан, ну нет, прыгнет, стан, поэтому он должен уйти. Как же ему больно-то, а? У него просто половина здоровья закончилась, при том, что бросили по одному с пылу. Да, ничего не сделали, просто как-то отзонили одним с пылом. Залетело копье, залетел трек и тос. Ну, конечно, еще там мульта от Фуриончика залетела, но... Блин, ну... Не суть. В самом деле это все цепная реакция, гирокоптер с ПТ. Окей. Это все цепная реакция из-за того, что в миде так настрадался гирокоптер, который третий с конца сейчас идет по нитворсу. И помочь ему тут, я не знаю, кто может. Никто. Ну, наверное, да. Вот он сам себе предоставлен сейчас, ничего не может, к сожалению. ПТ, шкастики и все. А в рно топе. Кая есть. Еул на подходе. Вот после этой вышки будет Еул. Прекрасно все. И 12-й уровень сейчас будет. Купей вновь режет курьера. Да вообще, Климент, успокойся. Что ты творишь в этой игре? Он знает, что он делает. Не зря он поставил такие варды агрессивные. Подальше. Ну и тем более вся команда, в принципе, неплохо. Вот этот агрессивный стиль пока играет. Чейсик пытается как-то походить, подфармить лишний раз, но все равно этого не хватает. Вот смотрю, в который раз на Слардара и что? Ой, хороший скан. Хороший скан сейчас. Вот Сикрет. Зачекали не соперника. Вот Слардар просто не видно в этой игре. Возможно, ему стоило стоять дальше фармить? Ну, а толку? Может быть, хоть что-то было бы. Так, а толку так бегать, ничего не получать. Просто бегать и все. Ну, идея была хорошая. То есть вынести очень быстрый даггер с хорошим левелом, побежать кого-то ганганой. Ну, если бы у него получилось убить условного лишь рака на ганге разочек, а потом еще куда-то выйти, ситуацию бы комплексно исправили. Поэтому затея была хорошая. Просто, что, ну, вот не повезло с исполнением. Это не круто. Ну, вот он кипфарм пошел. Но ведь не то, что Слардар пришел и никого не нашел там за одну минуту решила игру. Решила то, что еще и в центре проблемы были. Ну, если слово проблемы подходит под описание того, что было в центре. Это был проигрыш. Да, это был проигрыш, действительно. Это был реальный проигрыш. Там в центре просто бесшансово. Зифрик ударит еще несколько пеньков. Я обзор уже десятый. Восьмой Фурион прячется. Ну, а тут пошел пуш уже активный. Активный пуш от Ситиуая. Пупей, мы видим, бегает там тоже между Т2 и Т3. Главное, Зифрику не показываться, потому что он погибает просто моментально. Ну, что ж, это будет плюс Тавр? Сейчас будет атака. Сейчас будет атака. И обзор намекает. И будет атака. Маулин рядом. Там пошел ульт Фуриона. Есть Зифрик. Получается, кассочка Дезвард. Сбивает тут же. Ну, поймали и обзора. Поймали и обзора. Зифрик, конечно, погибнет. Но размин хороший. Лимб далеко пошел. Купей, трек дает. Эйс очень много дэмэджа. Смотрим, что дальше. Отбегает. Отсюда немножко Ситиуай. Проблемы огромные. У Чеси сейчас станчик можно дать. Нет, станчик в Чеси не дали. О, Фата пришел. Ну, не захотели дальше заходить. Не заходить Сикрет. Вот нет такого желания сейчас тратить все свои скиллы. Хотя можно было, по идее, подраться. Если бы Тайдуха имел какой-то даггер. Но у него, к сожалению, пока только мекка. В принципе-то сейчас на Тайда и не собирают даггер. Да Тайд тут, мне кажется, опять-таки, это самый-самый вот этот настоящий, в прямом смысле этого слова, план Б. Да. То есть я, типа, приду, когда у вас начнутся какие-то минимальнейшие проблемы, я приду, кнопку нажму и выиграю, да? А пока попробуйте без меня разобраться. Но когда он придет, это будет рампейдж. Ну, скорее. Там для команды просто нужно зафиксировать. Дальше все разбираются. Там и обзорчик закидывает каски, теперь раскидывает треки. Уже любого они догоняют. Ну, и там и у Эйсов все, в принципе, уже неплохо. Да, Лишак тут должен всех избить. Пока у комплектии выхода из этой ситуации просто нет никакого. Только если Сикрет будут где-то фидить. А у Сикрет не особо такие герои, чтобы подфидить. Там Тайда сложно пробить. У Лишака все очень круто, он очень много демажа нанесет, прежде чем умереть, да? Также еще и Юла есть, еще и Яеги, здесь есть. Что ж, надеяться только на какую-то ошибку. Остается для комплектии. Тут тем временем колы мы видим в миде стоит в МО. Это попытка, не знаю, байтануть на лимпа, чтобы ворваться. Ничего не получается. Хаммер покупает. Нейчис профит. Очень интересные билды всегда у Зифрика, на всех героев. Здесь Метеор Хаммер. Хаммер, скорее всего, потому что все-таки ситуация на карте уже такая. Потому что надо что-то купить. Совсем-совсем не очень, да. Нужно что-то купить и попытаться как-то в тимфайте, возможно, Хаммер закинуть. Ну, конечно же, лучше использовать его как какой-то артефакт для пуша. Гирокоптер вообще, конечно, обижен очень серьезно. Слишком мало всего. На жизнь нужно что-то обижаться. Хотя, с другой стороны, какие-то претензии предъявляет Чесси, ну, нет никакого смысла. Ну, просто герои были сильнее, которые стояли против него. Тут вопросов никаких нет. Тут уж команда сама что-то такое пикнула. Не особо хорошее. Либо позволили контрпикнуть. Скорее всего, даже так. Вот если бы подбанили, к примеру, того же Ли Широка, как бы все поменялось уже. Но не подбанили его. И по итогу, что Тимбер, что Свардар, что Гирокоптер. Они просто с карты пропадают. Они уходят, какие-то там два кемпа забирают, отпушивают линию, да и все. Да, мы видим, что по-прежнему продолжает Кайло доминировать, скажем так, в плане вар-плейсмента. Но по толку, толку-то мало в этом случае. Да, он свою работу делает. У Дензи нет, запрыгивает фата. Но Кайло погибает здесь. Еще и под треком, да? Каждый фраг под треком. Страшнее и страшнее это выглядит. 10 тысяч уже преимущественно в 20-й минуте у Сигарита. Нужно им, конечно, продолжать вот это давление. Да, не все хорошо. Да тут уже все решено на самом-то деле будет. Реально, если посмотреть на ситуацию, то все решено. Сигарит не пойдут видеть. Ну, что фату не убить же. Ну, просто не убить его. У него еще есть ультимейт. Тут еще и эйс. Лимп зря идет драться. Нужно просто уходить. Ракетка залетела и бэкнуться. Пошел трекнуться. Нужно бэк. Просто нужен бэк. А вот это лимп. Да. Отпускают его. Ну, ты знаешь, пока нет лешака, лимпа очень сложно цепануть. Да, цепануть они могут. Там есть ультимейт. Да, да, да. Но имеется в виду, что с лешаком намного-намного проще сделать. С лешаком можно идти и просто убивать. Тоже даже цеплять взор. У тебя взор может поставиться. Касочка. Маледикшн. Нужно выходить. Выходить. А из копье. Замедлить. Му. Уже умирается. Му погиб. Можно забить. Надо, главное, никому больше другому не подставляться. И забывайте про четвертый Маледикт. Это страшно. Это имба. 40%. Тут, смотри, все сочетается. У Сикрет очень классно. Вот тот же Дезвард сочетание с диффузой, с гашем. Да, вот такие какие-то минимальные моменты, но они есть у Сикрет. Чего нет у комплексити. Да, там какая-то пилка залетает. Есть какой-то кулдаун. Есть големчик. Ну, големчик ставится, мы видели, на одного саппорта. Ну, как бы, не очень. Не, ну, обсуждать то, что сейчас там происходит, то, что сейчас не идет ничего у кого, это понятно. Потому что сейчас уже они проигрывают очень много. Но изначально, изначально, конечно, с линиями, я думаю, не угадали, ребята. Причем очень серьезно не угадали. Там все, что было нормально, это Слардар. Ну, и то, потому что Пупей находился в центре, и он гнобил этого гирокоптера. Да, Слардар только был хорош, потому что ты на него тоже подзабил. Может, ему позволили, потому что Пупей сказал, что давайте убьем гирокоптера, а Слардар по итогу, вместо того, чтобы пойти дальше фармить, так, можно убить здесь по идее сетевая. Но только выбить Айегис, команда вся далеко. Тавра рядом нет. И второй раз тоже его можно убить. Двойные юлы. Хорошо. Как же он живет там, да? Он хорошо живет. Он еще и выживет. Он очень хорошо живет. Ну ладно, ему не отпустят. Я взорвис уже. Выиграл супер много времени. Ну, это минус, ну, скорее всего. А трека нет? Трека нет. Не важно, что трека нет. Там сработает Кайл. Фатта. Кайл погибает. Ой, еще и тут ирробычно, жадно, конечно, был впервые. Мне же больно это все выглядит. Да? Это больно выглядит. Ну, а что ты хотел? Когда такой хороший фарм всех героев, плюс Фатта впервые за 23 минуты прожимает свой ревидж. Только один трек прожали, да? Да. Этот трек тоже был использован. Далеко был папе. Очень страшно. А для чего подняли второй раз лишь Ахан Юл, скажи, пожалуйста? Чтобы он просто задамажил своими скиллами, и его нельзя было бить? Непонятно. Не, его, подожди, первый раз его, по-моему, поднимали как раз-таки в комплексе, а второй раз он сам себя. Но я не уверен. А зачем тогда было его поднимать? Чтобы как бы цепануть и подойти, но он все равно нанес демидж? Ну, наверное. Ну, ошибка эта была явно. Там Юл купил себе тимбер и решил, что раз я купил Юл, надо его прожать. Почему бы и нет? Почему бы и нет, согласен. Ой-ой. Собираются толпой вновь мстить, убивать. Смоки. Нет, просто собрались. Смоки все-таки по итогу. Хорошо. Секрет пока никого на карте не видит. Должны понимать, что может кто-то выйти. Му. Какая друна, но это особо ничего не дает. Ну, Кайл продолжает бегать и пытаться, пытаться для своей команды оформить какой-то вижен. При счете 14-2. По-моему, дело это меньшее, что нужно. Но... Тем более, на чужой половине карты, да? Ну, что поделать. Ситуация такая. Эйс 17-й уже. Да, фата 16-й, 15-й мим. И ты просто фелса, не проблема. Ну, тайда нет смысла цеплять, как бы. И тут под тавр так же выходить особо не хотелось бы, наверное, комплексти. Ну, что-то нужно придумать, потому что на топе вышка упала. И серьезно, СТАй мог бы пойти и дальше. В любом случае, прилетишь на шрайн. Да, Зифрик уже отправляется домой. Понимает, что здесь мы ничего не смогли придумать. Так, ракетка въебзора полетит. Вот можно пытаться саппорта. Ой, Му, здесь надо прыгать. Му, Эйса, можно подстанет. Эйса отогнали отсюда. Эйс до Григангера ушел. Расстреливает Эйса, но в итоге никого не расстреливает. Просто пришел с этой СТАй. Там ВД подсейвили, и Чейси, скорее всего, не уйдет здесь, да? Ракетка. Да, Чейси уже без маны. По трекам. Хорошо, хорошо. А я обзорчика можно убедить, по идее, нет? Нет, вроде бы подошел хелп. Голем, но дэмэджа мало, дэмэджа мало. Чейси погибает. Минус Чейси. Драка дальше. Пупея, Пупея там закрыли, он уходит в инвиз. Unstoppable для СТАй. Видят Зифрика. Разбежали здесь немного игроки. Никого не могут убить. Вообще никого не могут убить. Просто забивает СТВ на погоню. Побежал топ сплитить. У Зифрика проблемы. Гаш, Зифрика, Форстав на хайграунт. Давайте сделать ТП-аут. Урона слишком много. Не получится. Не получится. Минус три. А тут поймали. Муну вот так вот Лешак выжигает. Слардара, Кая, Бладстол. Но очень больно. Я думаю, что даже не будут дожидаться комплекстики какого-то тотального захода на хайграунт. Я думаю, будет написан бутгейм пораньше. Могут еще по дефать один раз хотя бы. Почему бы и нет. Попробовать много. Все-таки, за какой-то шанс. Мы же увидели, что и големник. Да, конечно, конечно. Там диспозиция была на самом-то деле еще такая серьезная. Все слишком как-то сильно разошлись. И не по такие позиции были у Сикрет. Ну все, нет. Это уже без шансов. Когда по Т4 уже давят и бьют. Еще и у Фаты есть ревет, как мы знаем. Нужно было ждать, пока все ревутся. Йоу. Станчик делает сам себя. Теперь. Молодец. Видишь, на этот раз Йоу сработал. Да. Хорошо. Так-то он сработал. Нет, ну в принципе можно так постоянно дефать, учитывая, что все быстро респаются. Знаешь, что когда-нибудь кого-нибудь и убьют. Если Сикрет останется, мув прыгнул неплохо за крылью. Да, Фата готов давать ревет, пока мега. И вот он ревет, хороший минус гирокоптер. Гаша залетает в лимпа. Копье в лимпа. Йоул. Он под Маледиктами, наверное, умрет все равно. А еще и стан ловит. И мув следующий. Ну, правда, Рэвэйдж он дал в пятерых сейчас. Он реально в пятерых застанет. Он прозавчик. Но мы понимаем, что это был крик уже умирающего. 1-1. 22-2 счет. 1-1 счет серии. Сикреты серьезную такую заявку делают. Типа, ребят, на первой карте мы не проснулись. Но все у нас хорошо. Ну, потому что они дали сетевая классного героя также. Вот смотри, берут разорок какого-то. И игра не идет. Когда берут какого-нибудь УД, игра не идет. А берут хорошего там героя, типа СФ. Ну, то есть тот, кто может идти и просто убивать. Вот тот герой, который может доминировать. Все сразу, все в порядке. И Пупей там ходит не на ком-то ченни, какие-то там кимпы забирает. Находит тоже ганг. Да, то есть нужна активная игра, и все, Сикреты выигрывают. У соперника нет шанса. Ну, и, конечно же, пик. Все-таки вот эти вот позиции, когда там стоит слава играет против сильного. Гирокоптер в миде это было плохо. Это было очень плохо. Он как бы ничего абсолютно не смог. Умирать мог. Ну, там вся команда умирала, очень много. Это все могли.